Девушки отдыхают Здравствуйте, мои дорогие! Как приятно вас увидеть вот в такой обстановке! Будем готовить борщ с мясом, яблуками и зеленью. Зелений борщ – рязновид всесвітньо-відомого украинского червоного борщу. А главная отличность между ними – использование щавлю вместо буряка. Эта страва очень популярна среди славянских народов и имеет около 20 вариантов рецепта. Его готовят с шпинатом, буряковым листям и даже кропивой. В Европе зелений борщ – не такой известный, как украинский червоный, но за вкусными качествами эта страва не поступает супам с светою популярностью. А если его приготовить на открытом огне и с свежозерванной зеленью, тогда страва набивает особенного, вкусного вкуса. Ну да, я знаю одно, кажут люди, что если у человека получается быстро раскладывать костер, то значит у него работящая женщина. Значит, я приступаю. Давай. Все очень просто. Вначале мы выбираем два самых таких больших полена, которые у нас есть. Важно очень, чтобы они были сухими. Мы располагаем их параллельно одна другой. Потом по принципу такой пирамидки на окрест начинаем раскладывать дополнительно еще дрова. Вот так вот, да, как решеточку такую создаем. Ну это немножко отличается от того, что я раньше видела. Еще раскладываем вот таким вот образом. Учитывая высоту нашей треноги, вот под котелок, как раз достаточно. Можно еще для уверенности добавить пару дровишек внутрь. Располагаем бумагу. Побольше? Ну так, чтобы разгорелось хорошо, да? Ну я задаю вопросы как женщина, но иногда же может быть ситуация, что и женщина хочет развести костер. Вот особенно во второй половине пикника, когда мужчины уже поели борща. Не могут помочь в этом вопросе. Ну а мы можем уже, наверное, начинать что-то делать, да? Итак, я разжигаю момент истинной, да? И поехали. Так. Костер гори. Процесс пошел. И чтобы совпали все процессы, нам нужно уже начинать, наверное, какие-то заготовки для борща, да? Ну да. Мы сейчас берем мясо. Так. Режем его вот здесь вот такими кусочками. Угу. Это свининка? Да, это свининка. Сейчас мы поставим на костер наш котелок. В него подлеем чуть-чуть оленьки. То есть приготовление этого борща мы начинаем с обжаривания мяса, да? Обжариваем мясо. На костре. На костре. Плоды треногу сразу. Ты так разводишь костер, как будто бы этим занимаешься вообще каждый день. Где научился? Я родился в прекрасном городе Черкассы, а на берегу Днепра он располагается. И мы постоянно ходили за Днепр в походы. Ну и оттуда любовь вообще к процессу пикника, похода и разведению костра. Ну преимущество вот этого именно способа раскладывать костер. А дрова в средстве в обильном количестве подкладывать не нужно. Еще важный момент, после того, как мы приготовим борщик за ней, или там уху очень часто бывает, да? Мы можем на углях, которые останутся, еще и шашлычок организовать. Тарас, будь ласка, поставь казаночек наш на огонь, нехай он нагревает. Чуть-чуть улики можно. Это же мы сперва будем мясо обжаривать для того, чтобы борщ сварить, понял? А, вот так вот, как плов, да? По принципу, как в плове. Да, да, да. А мы пока тут лук режем, да? Так, лук нарезаем кубиками. Потом мы берем, нарезаем морковку соломкой. Слушай, вот сейчас нарезаю овощи и вспоминаю о нашей кухонной машине. Насколько удобнее, когда есть кому за тебя поработать. Тут, конечно, ручками, но зато на природе. А обычно, помнишь, у нас как на кухне происходит? Ну, в общем-то, все вначале, как для обычного борща, да? Ничего такого. Наш борщ просто будет пахнуть дымом, будет пахнуть природой. Я обращаюсь, Игорь, а ничего, что такой сильный огонь у нас? Ничего, нам потребно, чтобы казано добрый нагрев, знаешь, как сковородочка. Все, зрозумело. Так, я думаю, что... Так, я думаю, что... Ну, так дуже захотелось. Так. Одразу, когда в Батьковщину, да. Давайте спробуем. Так, мы это закидаем, как мое мясо... Одразу и мясо, и овощи? Нет, вначале мы закидаем мясо. Что там, зараз? А, сейчас? Обережно, куда же ты рукам? Воно уже горячеватее. Я уже иду мясо закладывать. Давай, давай, я понесу. Сейчас я трошки раздмухаю. Есть! О, есть! Есть, кварчить? Закидаем. Да. Сколько мяса в нас? Мяса много, не бывает. Тем лучше, тем лучше. Добрый, каждый раз? Да, да, все правильно, я согласен на 100%. А овощи позже? Так, овощи мы позже, потому что нам нужно, чтобы мясо поджарилось. А ты знаешь такое? Российское «Куда дуля, туда дым». А, да, вот так. Робили так? Нет, не робили. Куда? Куда дуля, туда дым. Робили? Да, да. Ну что, Тарас? Пече? Пече, хорошо пече. Так, может, я иду поделюсь до мяса наше? Неймоверное чувство, когда вот так вот на природе, в хорошей компании, готовим борщик. Так, в принципе, у меня тут все готово. Так, горит добре. Добре горит. Теперь мы, Тарас, сбить на два яйца. Просто вот так, який, а то я же не кулінар. Ну, да. Обидва яйца. Так, добре. Надя, режь картошку кубиками, це мы у тебя заберемо. А я буду яблука ризать. А зачем разбивать яйца? Це моя бабуся, колись робила такую заправку, я її дуже люблю. Ми зараз бьемо яйца з сметаною і тоненькою струйкою, в кінці туда. Це воно буде такий запах, аромат давати. Так, Тарас, тут є 150 грамм сметани. Так. Ти її туда і змішуєш. Ага. Так, все. Так, я йду, забираю Надю. О, тьфу. Це вся шиня. Тут. О, так, визна. Це у нас, получается, луковица одна і морковка одна. Клянце, все це наше мясо. Кстати, це ж, наконец, настал момент, коли можна с мясом готовить все. Після праздника, після длительного поста. Така большая радость для мене. Да. Ну, как, порядочить? Шкварчит? Да. Якщо горячо, не забудьте і прихваточки взяти. Даже на природі це пригодиться. Раз, а, делай, все. Тим більше, смотри, він держиться за розкаленний казав. Так а ти на костре, кроме шашлыка, що на природі готовиш? Ти знаєш, шашлык, барбекю, супи, уху. Так, тепер ми заливаємо води. І тепер ждем, коли закипить, да? Ну, закипить ми кивемо картошку. Ага. Тоді овочи, значит, будуть такі вже як ласка. А картошечка буде, поки він довариться, буде така, ну, не розварена, а така, нормально. І в кінці ми докинемо яблука, долаємо нашу подливку. Достаточно, не? Ход, ход, ход. Ти увлекся. А вам сказати, я так наробився на природі. Не, ну на природі вообще все меняється. То есть, коли є костер, мужчини превращаються в настоящих кулинаров. Все мужчини. Так що запоминайте этот рецепт, поразите своїх женщин. Дем, подивимся до нашого. О-о-о. Классата. Шеф-повар сегодня Ігор, поэтому я даже не вмешиваюсь. Остаю себе, вот, по-прежнему сметану с яйцами, собственно, смешиваю. Бачка, класна робота. Раздали роботу. І все, і все. Як маленька дитинка грається. Я добавляю 100 грамів рису. Ого! О, так якщо рецепт розвариться, то це буде дуже густой борщ. Ну да. Так буде такий. Борщ. Не, ну не буде стояти. Будет борщ-каша. Каша-борщ. Каша-борщ. І картошку закидай. Ну все. Остається только вас підтримати. Так. Давайте. Сюда. Тут жарко. Це воно все другої біки, да? А що ти делал тут без нас? Все порядке. Да, і я изображаю шоу-линь. Не переживай, да? Тьо, ти ж, знаєш мою слабость. Ну я розумію, Тарас. Ну костер-то твій. Ти мов би цим керувати, я лише мов би досыпати. Ігор, я прошу прощення, меняємся. Поняв? А вот на костре же, получается, огонь регулировать нельзя? Вот когда начинает сильно вот так вот кипеть, что-то можна сделать? Или это неважно? Так у нас є тренога. Яка піднімається вище, опускається нижче. І це такий спосіб регулировки костра на природі? Я, если, ну, вище нижче, не рекомендується, щоб суп, борщ сильно кипів, потому что він стає мутним. Його трава так він томився. І коли він томиться, получается, ингредиенти між собою обмінюються. Він стає смачнішим. Я люблю він на природі все по-другому. Ну, где-то для того, щоб приготовилась картошка і рис, минут 10. Нам потрібно, щоб картошка не полностью розварилась. Ну, рис 10-12 хвилин хватить. Картошка так само, і у нас буде якраз нормально. Я тобі даю порізати молодий шпинат. Вместо которого можна використовувати щавель, крапиву, крапиву і всю зелень, яку можна їсти. Вот ми використовуємо тут шпинат. Это мирний вполне овощ. У меня бабушка готовила борщ з крапивою. І я з дитинства не могла понять, як це колючая крапива, или як її, горючая, котрій можна даже по попі надавати, як в борщі оказывається такий вкусний і нежний. А до речі, крапиву по попі – це здорово. Да ти що! Да. Тобто теж в дитинстві теж обхаживали. Зрозуміло. Серьезно? А скільки було такого, біжеш, пішли десь гратись, впали в крапиву, прийшов весь червоний. Пухарях таких. Ну вот, а коли борщ з крапивою еш, не обжигає язик. Правильно, тому що ми, коли перед тим, як... Так, ти нарезаєш шпинат, я нарезаю чуть-чуть базилика. А я по-прежнему смешиваю. А ти по-прежнему смешиваєш яйця, правильно? Яйця со сметаной. А Тарас сейчас, як і все мужчины, які нас смотрят, учиться готовить борщ на кострі. Да. Це дуже важне уміння, благодаря якому вам сердце женщины можна покорити. Крапиву ми беремо або кипяточком її. Ну, в принципі, всеревно, якщо взяти вот так рукою її, вона ніколи не живе, а тільки пом'яти, 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 і потім можна нарезати. А крапиву тільки лістики брати? Или стебли теж? Да, звичайно, краще лістики, стебли жорсткі. О, костров правильно, ідеш відкриєш нам це. Ми це зараз закидаємо. Перший ми закидаємо яблуки. Ну, це почти перед завершенням приготовління, да? Да. Солити потрібно за 5-7 хвилин до кінця. Перець. Даємо перець. Ого. Немного? Ні. Даємо 7. Тарас, ти же любиш острое. Ну, да. Не знал? Так. Перемешивай. Тарас, ти так перемешивай, що щас борщ на костер вилється. А ви бачите, які густі нас борщ вилляється? Прихваточку, прихваточку. Прихваточку. Держи. Спасибо. Ігор, можна я... Ой, я чувствую себя прям принцесой. Мужчина і около костра, що-то готовить. У нього який запах? Ароматик? Угу. Так это там ще зеліни нет. Накрывай. Накрываю. Две минуты. Це вже практично готово, осталось только зеліни. Так. Тепер ми закидаємо зеліни. І мені найінтересніше, що ти будеш з цієї заправки робити? Закидаємо заправку. Ага. В кінці зеліни, 2-3 хвилини, і знімаємо, і можемо їсти. Тепер скажи мені, Ігорюк, і благодаря чому в цьому борще буде кислинка кисла? У нас яблук кисла. Значить, яблоки выбирати кислої для цього борща. Я прошу прощення, Ігор, але я це все запивав, можна я і залью? А я помешаю. Все. А я мешати не буду. А ти віддіхай. Так, льем? Давай. Все? Да, да, полегоню. Ой, какой же наваристий буде цей борщ, товарищі. Прихваточку. Прихваточку? Все, прихваточка. Я відсюду чувствую аромат. І закидаємо нашу зеліни. Несу. Давай, Надюша, зеліни. Нас целий подряд. Хоть, наконец-то, я что-то сделаю в этом борще. Ребята, ммм. Слушай, ну он такой густой получился, такое впечатление, что это второе блюдо. Нет, це такий наваристий густий борщ. Ну шо, пробуєм? Пробуєм? Да, очень хочеться. Для наші тарелочки. Для приготовления борща со шпинатом і яблоками вам понадобиться свинина, лук, картофель, морковь, яйца, сметана, петрушка, шпинат, базилик, перец, соль і, конечно же, костер і котелок. Обжарюємо мясо, лук і морковь. Затем заливаємо водою, засыпаємо картофель і рис, варюємо до готовності. Отдельно взбиваємо яйця со сметаной і заливаємо в борщ. В самому конец засыпаємо рубленую зелень і яблоки. Солимо і перчим по вкусу. Дорогусенька, будьтесь? Гули, 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 гули. Мой дорогусенька. Васяня, на, на, Вася. Кошенька. Сегодня на природе, на костерке, готовили борщ для вас Игорь Месевич, Тарас Шпира, Надя Матвеєва і лебедь Вася. Лебедь Вася, по-моему, просто внес ту ноту, яка необхідна. Ну а наскільки вкусний борщ получился, дуже хотілося знати. Пробуємо. Димок, м'ясо, базилик, шпинат. А якби тут ще була кропива, взагалі був би отаса. Ігредиенты привичні, але є кілька таких необычних моментів, які роблять його неповторимую. Слушай, але яблоки настільки актуальні. Скажи? Просто. Я благодарю вас, ребят, за то, що ви сьогодні розвіли костер у мене, за то, що приготовили такий вкусний борщ, а главное, за вот эту компанію хорошую. Благодаря этому наше пребування на природі запоминається надолго. Звичайно. Звичайно.